постричи как живем у меня невозможно не признать банкротом я не то что на грани нищеты ниже черты бедности живут раньше население брала там чтобы купить машину квартиру а если мы кредиты берем на колбасу извините на банку маринованных огурцов то есть мы говорим даже не то что закредитовано перекредитовано говорят о том что даже только что родившегося гражданина казахстана да да там пенсионера до загрузка на каждого порядка миллиона тенге все тема кредитов близка каждому казахстанцу пожалуй каждый из нас работающий имеющий стабильный доход хотя бы раз в своей жизни брал заем в банке это действительно неплохо ведь учитывая размеры заработной платы рядовых казахстанцев накопить на заветную машину квартиру едва ли получится быстро главное осознавать что взятые у банка деньги нужно потом возвращать и уже с процентами если уж идти на такой ответственный шаг то четко все взвесить так сказать рассчитывать на свои силы но от непредвиденных ситуаций никто не застрахован и порой жизнь испытывает нас на прочность в одночасье оставив без всего крова работы и даже семьи как выплачивать долг в таком случае с похожей ситуации сталкиваются многие рассказывать на всю страну о своих проблемах захочет не каждый наверное лишь отчаявшиеся пойдут на такой шаг магазин один раз сходить самое необходимое взять вот на 4 минимум пять тысяч минимум это это вот там картошки морковки там ну колбасу зажарку сделать кусочек есть перед вами тоже ходил лук вот что было вот 94 тенгена карточки вот 4 луковицы вышло вот зажарку лук порежу колбасу кубиками порежу обжарю вот супчик какой-нибудь свой нам жить не на что я не то что на грани нищеты ниже черты бедности понимаете все проблемы начались из-за того я взял профессиональную видеокамеру для племянницы оформил на себя все прошло ну все выплатил я даже не ожидал потом с банка стали звонить это был пятнадцатый год стали название вот вы как добросовестный клиент мы вам предлагаем до 2 миллионов тенге у меня аж трое пацанов и что-то с одним из тренеров разговаривалось мол давайте их возьму всех хоть они по возрасту не подходят а там просил тренер вот эти защитные шлемы и перчатки вот эту амуницию плюс там за садик надо было платить ну как-то я не тянул по деньгам а здесь раз предлагают игру давай я возьму ладно 500 тысяч сколько будет она посчитала там 28 тысяч 225 тенге я думаю вот в спид-центре работаю волонтером мне на карточку там 19 тысяч падает плюс один портрет нарисовать на памятник тогда 6 тысяч легко потяну и как-то вот так все нормально шло нормально мог платить месяца три пошло все наперекосяк и все и все у меня встало это пожалуй социальный портрет обычной казахстанской семьи погрязший в кредитной кабале объявивший себя банкротом а ведь таких семей в стране действительно много если говорить о закредитованности населения в целом статистика здесь тоже печальная по последним данным долг казахстанцев перед банками составил почти 18 триллионов тенге львиная доля приходится на потребительские займы все бы ничего если бы это были кредиты на бытовую технику мебель или оплату каких-то услуг деньги в банках взаймы люди берут на продукты лекарства одежду вот что самое печальное и в целом у нас действительно рейтинги и теперь по кредит закредитованности небольшие но здесь вопрос другом как бы мил мелочи они видят как бы они зарыты на самом деле внутри этих рейтингов то есть вопрос об общем объеме это один вопрос а вопрос о том какие именно кредиты на сегодняшний берет население это другой вопрос а когда закредитованность связано с большим объемом потребительских кредитов купить тот минимум который по идее он никак не входит в какие-либо кредитные варианты да он должен приобретаться на ту сумму которую человек зарабатывает вот здесь как раз таки нюанс который сегодня вызывает наибольшую тревогу в размере заработной платы может быть для органов статистики все хорошо все прекрасно цены заработной платы растут доходы растут но покупательная способность денег резко снижалась мы же вот видим последние несколько 23 года буквально заработная плата каждый год чуть ли не на 50 на 100 тысяч деньги растет купить на эти деньги становится все меньше и меньше мы живем в астане на левом берегу чувствуем себя хорошо неплохо ходим на то и свадьбы рестораны там но ведь левым берегом астаны страна не ограничивается есть очень много допустим областных центров где люди вынуждены существовать я не говорю про малые города я не говорю про районный центр про села вообще надо молчать где 90 процентов населения не имеют постоянной работы то есть фактически уровень безработицы составляет 90 процента 9 и 0 90 я повторяю и 9 процентов не 4 с половиной 5 процентов как утверждает наши правительственные чиновники не нужно забывать при этом про обратную сторону медали можно бесконечно растить зарплаты но если не усмирить инфляцию вряд ли что поменяется рост цен на продукты и товары народного потребления едва ли не в геометрической прогрессии съедает все доходы экономисты говорят что там где-то 57 58 процентов доходов населения уходит на приобретение продуктов питания тогда я был допустим назвал бы намного больше цифры 75 80 процентов и не боль и говорят что 51 50 51 процент семей так тратят я бы считал где-то 80 процентов семей около 80 процентов дохода тратят на продовольствие это показатель крайне нищей страны мы же ведь прекрасно знаем что сегодня если кредиты раньше население брала там чтобы купить машину квартиру там мебель там еще что-то в конце концов съездить на отдых а если мы кредиты берем на колбасу извините на банку маринованных огурцов это все деньги которые поступают на рынок и раскручивает опять ту же инфляцию то есть это вообще абсолютно безграмотная денежно-кредитная политика низкие доходы и высокая инфляция при таких условиях казахстанцам пожалуй трудно будет слезть с кредитной иглы чтобы побороть эту зависимость государства предприняла уже несколько шагов в июне 2019 президент подписал указ о списании кредитов после принимали еще немало важных документов один из них закон о банкротстве физлиц с момента его вступления в законную силу с марта 2023 на процедуру банкротства подали больше 78 тысяч человек одобрение получили лишь около восьми с половиной тысяч не все должники могут применить эту процедуру из-за имеющихся законодательных барьеров поэтому в 80 процентах случаях подавшим заявление отказывают в минфине об пробелах законодательстве знает там предлагает вести несколько норм для упрощения процедуры банкротства эксперты тоже придерживаются мнения что поправки в закон необходимы вот допустим пример как я и говорил многие вот эти онлайн компании которые сейчас не работают которых закрыли не получили лицензии их не существует что де-факто что-то юра на самом деле нет и наши вот заявители наши граждане сталкиваются такой проблем что у нас законе о банкротстве прописано досудебное урегулирование что такое досудебное урегулирование вы подаете заявление вот кредитору о том что вот как-то урегулировать вот эту проблему и вам должны представить официальный ответ письмо либо одобряет либо отказывает но поскольку вот этого мфо либо банка допустим на сегодняшний день нет но как ее урегулировать кому вы будете писать это заявление поэтому вот здесь вносится эти поправки о том что в случае если вашего кредитора уже юридически и фактически не существует с вас снимается это требует такой который был принят он разумеется не было считано в право применения и соответственно он из первых же дней забуксовал то есть закон есть но он не работает и сама по сама процедура банкротства это очень сложная процедура с психологической точки зрения сложность его заключается в том что фактически индивидуальное лицо то есть экономический агент должен признать себя полностью несостоятельным то есть он должен в первую очередь ментально то есть психологически быть готовым признать себя полным неудачником и это вызывает ряд стрессовых моментов стресс решившие подавать на процедуру банкротства испытывают и при общении с некими помогайками которые заверяют легко обанкротить но за вознаграждение а после получив аванс за еще не оказанную услугу попросту исчезает специалисты призывают не поддаваться на услуги таких предприимчивых граждан подача документов процедура не сложная и абсолютно бесплатная главные критерии отсутствие имущества непогашение в течение 12 месяцев и сумма долга не должна превышать пяти с половиной миллионов тенге для тех граждан кто не погашал кредиты больше пяти лет все эти критерии не имеют значения наименьшая сумма по банкротству кого мы признали банкротом это было около 40 тысяч тенге гражданинам предупредили несколько раз звонили что это очень маленькая сумма может быть вы попросите урегулирование гражданин не согласился он сказал нет я буду конкретно банкротироваться по сыры по 40 тысяч тенге его последствия знаете кредит не возьмете рассрочку не возьмете гарантом не сможете быть я все прекрасно знаю я согласен банкротируйте максимальная сумма по банкротству было у нас 85 миллионов тенге есть люди которые подают на банкротство и тут же ставят на учет при финансовом мониторинге мы когда просматриваем ставят на учет две машины квартиру приобретают имущество то есть люди совсем не осознают последствий банкротства там предусмотрена административная ответственность там штрафы за преднамеренное банкротство от 100 до 200 мрп еще один пакет поправок сейчас находится в парламенте депутаты предлагают вести запрет на получение потребительских кредитов при наличии просрочки запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми во время отопительного сезона также предлагает разрешить банкам сдавать в аренду жилье взысканное с должника теперь вводятся определенные ограничения на передачу коллекторских коллекторским агентством долгов когда идет перепродажа то есть про продажи коллекторским агентством кредитов долговых обязательств то у банка вот этот портфель потребительских кредитов он искусственно занижается и вроде бы как нормальная обстановка но они же долги не ушли теперь значит просрочки говорят по кредитам маленькие по потребительским больше по ипотечным почему так происходит ипотечный кредит это огромная сумма денег ее нельзя перезанять то есть чтобы ипотечный кредит там закрыть ты не пойдешь и не возьмешь такую сумму еще одно банк а потребительские кредиты какая у него особенность они же небольшие и примерно одна сумма во всех банках доступна то есть ты один кредит не можешь платить ты побежал перехватил в другом банке откуда у нас у людей по 7 по 8 кредитов все что сейчас разрабатывают и пытаются принять на законодательном уровне это борьба с последствиями работа над ошибками упущение чиновников считают эксперты все это нужно было делать еще до того как население по уши погрязло в кредитах людей несколько десятков лет убеждали что кредиты брать нужно вся европа и америка живет так при этом мало кто сравнивал разницу в уровнях дохода и процентных ставках в казахстане и за рубежом сегодняшняя годовая эффективная ставка в 56 процентов откровенно говоря грабительская ничем не обоснованная и намного выше чем в большинстве заграничных стран то есть у нас агентство специально выделили на орган да вот представьте уже четыре года будет как работа агентство за четыре года очень много всего упущено не было контроля не было проверок но я вам здесь могу прямо сказать как вот как независимый эксперт есть конечно со стороны внешние лобби есть однозначно есть лобби по банкам банковского сектора есть лобби даже микрофинансового сектора которые ну как-то из не давят на уполномочную казалось бы агентство что-то там разрабатывает вносит да но где-то что-то мешает даже сами депутаты говорят что да есть определенный лобби который даже нам мешает не дает какие-то вносит там определенные там какие-то давления коррективы до наглядный пример агентство уже год как озвучивал что да мы будем снижать максимальный порог ставки гсв с 56 до 44 и вот что мы видим мы год уже об этом говорим этот вроде бы поправки эти предложились но до сих пор не утверждены от представьте с 12 года максимальная утверждена ставка гс в 56 уже более 10 лет она действует и она тоже дала основной эффект негативный эффект по закредитоваться у экспертов есть еще ряд вопросов не все банки а тем более микрофинансовые организации соблюдает возрастной ценз и коэффициент долговой нагрузки при выдаче беззалоговых кредитов момента который мы постоянно говорим не соблюдение банками мфо проденциальных нормативов основной проденциальный норматив это коэффициент долговой нагрузки вы знаете он действует уже тоже с 1 января 20 года вот представьте на прожить на протяжении уже четырех лет не банки не фо его нормально не соблюдает банки фо вы знаете преследует всегда цель лишь бы выдать новый кредит для чего для того что нужно увеличить судный портфель а что такое увеличение судного портфеля это увеличение процентных доходов то есть банк зарабатывает на этом мы все это прекрасно понимаю поэтому когда вы приходите в банк либо мфо при наличии действующих кредитов менеджер банка должен адекватно рассчитать этот коэффициент долговой нагрузки поэтому если вы не проходите ткдн опять же вам просто должны вежливо отказать либо рассмотреть заявку на меньшую сумму на которую вы пройдете коэффициент долговой нагрузки раньше в правилах национального банка был целый ряд факторов которые позволяли его оценить вот до определенного момента никаких проблем с этим не было проблемы начались когда ну это честно герпост постковидное время когда очень многие начали брать потребительские кредиты вот и неверно указывать либо свою доходность а кредитор соответственно не слишком оперативно и не слишком активно проверял предоставленные сведения вот тут идет почему я говорю что идет речь об ответственности кредитора мы как агентство не можем проверить каждого кто берет займ это ответственность самих кредиторов и когда мы увидели что кредиторы недостаточно осуществляют данные проверки мы естественно сразу приняли меры по ужесточению проверки то есть какие могут быть претензии к агентству когда это не делали финансовые организации они за они за это как можно сказать Они несли собственные риски, но теперь мы видим, что здесь есть проблема, соответственно, принимаем соответствующие мероприятия. Очень хочется верить, что с введением поправок банки перестанут наживаться на население и все-таки займутся своим главным предназначением – кредитовать реальную экономику. Сегодня же финансовые организации несколько увлеклись другим. Любой ценой загрузить заемщика якобы выгодными предложениями вежливо названивают, называя вас добросовестным клиентом и предлагает кредиты на выгодных условиях под предлогом разных акций. То, что сегодня прокручивают с клиентами некоторые банки, эксперты ни с чем другим, как со спекуляцией, сравнить не могут. В открытой прессе, в гугле, захожу, начинаю искать. На 1 января 2023 года где-то проходила цифра 32 триллиона тенге денег, саккумулированных в банках второго уровня в виде депозитов. То есть банки собрали временно свободные деньги граждан, временно свободные деньги юридических лиц в банках второго уровня. По ним, чтобы люди несли в банк деньги, чтобы стимулировать, банки выплачивают вознаграждение по депозитам. Среднее где-то примерно 10-14% годовых. Дальше банки к этим деньгам прибавляют свой интерес и кредитуют от 18 до 24% годовых. Конечно, здесь тоже не без, скажем так, казахстанского подхода. Предприятия бизнес-структуры поближе к себе кредитуют подешевле, даже иногда в убыток себе под 8-9% годовых. Но, естественно, в деньгах не проигрывают. Весь этот минус они накручивают на других заемщиков своих банков. И вот получается вот эти 24-25 по эффективной ставке до 30% годовых кредитов. То, что делают банки. Наша банковская система – это как фраг на теле больного проказа человека. Примерно так. То есть, внешне все шикарно, а сам организм – он гнилой. Вот поэтому я поддерживаю идею президента, что нужна кардинальная реформа. Нужно примерно делать то же самое, что мы делали в 1995-е, в 2000-е, в начале 2000-х годов. И в сельском хозяйстве, и в жилищно-коммунальном хозяйстве, и в транспорте. Там нужны кардинальные реформы. Но для этого нужны примерно такого же уровня менеджеры. Они менеджеры-футболисты, я их так называю. Главное искусство, у которых умение перекинуть ответственность, постараться перекинуть ответственность, как пас другому чиновнику. В любом случае, ответственность за принятие решения, взять кредит или нет, лежит на самом заемщике. При этом, согласитесь, когда созданы все условия доступности, когда в два клика можно, не выходя из дома, оформить кредит. И нужная сумма уже через пару секунд лежит на вашем счету. Удержаться сложно. А еще агрессивная реклама в телефоне, которая так и манит оформить в кредит или рассрочку новую модель смартфона или еще какую-нибудь вещь, в которой, по сути, и срочной необходимости-то нет. Здесь снова выбор за вами. Но бывают и другие ситуации, безвыходные, когда деньги действительно нужны, чтобы элементарно заполнить холодильник. Тут, как говорится, без вариантов. И, как рекомендуют нам специалисты, жить по средствам. Уж извините, никак не получится.